Я бы с вами хотел поговорить о Великом Посте. Мы как раз вступили в этот удивительный период церковной жизни, который каждый год наступает накануне Святой Пасхи Христовой, Святого Христового Воскресения. Церковь Великим Постом называет особый период, который состоит, как правило, из двух частей. Это Святая Четыре Десятница, 40 дней постных, которые установлены самим Иисусом Христом в тот момент, когда Он совершал свой пост перед выходом на общественную проповедь. Перед тем, как выйти проповедовать людям, Господь, мы знаем из Евангелия, постился 40 дней в пустыне. Это первая часть Великого Поста. Вторая часть Великого Поста — это Святая Страстная Седмица, как еще ее православное богословие называет, Пасха Крестная. Неделя перед Пасхой Христовой, перед Христовым Воскресением, которая расписана по дням, и в каждый день Страстной Седмицы мы вспоминаем последние дни земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Великий Пост, как я сказал, установление очень древнее, и основание для Поста христиане всегда усматривают в Священном Писании, в Святом Евангелии. На примере самого Господа, который постился, мы об этом упоминали. Ну и также Святые Отцы нам оставили вот эту удивительную духовную практику. Вообще само слово «пост» имеет происхождение армейское. Мы знаем, что в армии есть такое понятие, как «пост». Солдат стоит на посту. Вот это же слово перекочевало к нам в церковный лексикон. Когда солдат стоит на посту, он охраняет что-то очень важное. Он охраняет какой-то очень важный стратегический объект. То же самое, когда христианин вступает в период поста, он занимает и той же самой охраной. Он охраняет то, что является для человека самым драгоценным и самым важным. А самое драгоценное для человека, согласно слов Священного Писания и Евангелия, это человеческая душа. Господь сказал, что какой выкуп даст человек за душу свою. Ведь душа человеческая является самым важным и дорогим для любого человека. Поэтому в посту мы стараемся особенно бдительно охранять нашу душу. Особенно бдительно мы стараемся следить за тем, чтобы в нее не вкрались какие-то страсти, какие-то пороки и какие-то греховные наклонности. Поэтому можно сказать, что пост нам дан для того, чтобы мы обрели некую духовную свободу, чтобы наш дух восторжествовал над нашей плотью. Святые отцы говорили о том, что пост бывает разный. Есть такое понятие, как пост аскетический. Это когда мы ограничиваем себя в определенного рода пище. Есть также пост такой духовный или, как по-другому, как литургическое богословие выражается, есть пост совершенный, когда мы ограничиваем не только себя в пище, а ограничиваем себя в каких-то эмоциях, в чувствах. Мы стараемся не размениваться по мелочам. И, собственно говоря, Великий пост является вот этим совершенным постом, где сочетается и гастрономическая часть, и часть духовная, когда мы стараемся очень бдительно работать над собой, стараемся прилежать к молитве, стараемся принести Богу покаяние за какие-то содеянные нами недостойные поступки. И даже само богослужение православной церкви является особенным. Оно не похоже на богослужение, которое совершается в обычные дни, кроме Великого поста. Оно располагает человека на эту духовную ноту. Хотелось бы еще обратить на одну очень яркую особенность Великого поста, на которую обращали древние святые отцы, и которую впоследствии очень красиво сформулировал наш учитель церкви, святитель Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн говорил, что вот в чем должен заключаться также пост для христианина. В первую очередь Господь из всех заповедей оттеняет и выделяет особо заповедь о любви, о любви к Богу и о любви к нашим ближним. И святитель Иоанн Златоуст говорит, что вот в посту как раз-таки очень хорошо проявить заботу о наших ближних. Он говорил, ты посчитай, сколько стоит твой обед в обычные дни, в дни непостные, а также посчитай, сколько твой стоит обед в дни постные, а разницу раздай нищим. То есть древние святые отцы видели в посту не только тот инструмент, который может помочь нам бороться с нашими страстями, но еще также тот инструмент, который поможет нам сделать какое-то доброе дело. То есть одна из целей поста — это экономия. То есть в посту нужно постараться жить немного экономичнее, чем нежели мы живем в обычные дни. И постараться, поэкономив на продуктах, постараться эту разницу направить в то русло к тем людям, которые в этом нуждаются. Вот на это бы тоже хотелось бы заострить ваше внимание. Не только замыкаться самим в себе, но и отдавать свою любовь нашим ближним. Субтитры создавал DimaTorzok